Я считаю, просто это личное. Нельзя такое показывать. Мне кажется, что я иногда делаю вид, что я что-то делаю. Сфоткай, Андрюша, сфоткай меня! Скоро я ехала на вызов, и кто-то кого-то подрезал, и, короче, все. Выбежала медсестричка, говорит, сфоткай меня. А я тебе говорила, что у тебя три ангела-хранителя? Потому что мы должны были ехать за ними, и мы, короче, не успели за ними поехать. И если бы, сука, мы поехали за ними, возможно, мы тоже бы попали в аварию, а так нет. Да, ну вот у нас впереди ангел-хранитель едет, посмотри, на ягуаре. Сука! Хорошо хоть не на черкасских номерах. Думаешь, я не слышу? Да слушай, слышь. Ну так давай поговорим, раз уж так. Давай, говори. Ты только что в сторис записывала, что Андрей такой хороший, поехал с девочкой. Сказал, что Андрей такой хороший, в тот же день после этих ссор, когда ты не выпускала меня из дому, поехал с девочкой гулять. Давай об этом поговорим. Как в сторис записать, так такая крутая, деловая. Давай сейчас поговорим. У нас тут тематическая вечеринка. Была. Была, была, а потом что-то пошло не так. Юля заглянула в мою сторис и увидела, что там я выпустил видео с этими разборками, со скрытой камерой. Потом Юля ушла в другую комнату. Вот, а потом... Ну можно и со мной поговорить? Можно. Ты козёл, выставай видео, Юля обижается. Потому что это личное. Какое личное? Личное, двуличное. А что я сделал не так? Выложил видео с Юлей. Я сейчас не на твоей стороне, не на Юлиной, и на нейтральной. Юля говорит о том, что забить хер, что подумают. Она говорит, что это личное. Я считаю тоже, что это личное. Но с другой стороны, очень получилось, что брал и ты блогер. Вот понимаешь, на таких двух сторонах я не знаю, как между вами разорваться. Не ссорьтесь за хуйни. Сколько вы лет уже вместе? Сколько же можно ссориться и за хуйни? Да, так имеет смысл что-то обсуждать, потому что... Ну, не чтобы Юля что-то говорила. То, что мне не нравится, то, что... Например, что-то устраивает, то, что Юля устраивает. Так, типа... Так это нормально. Но при этом всём, типа, делать вид, что... Нет, ты такого не делаешь, и всё. И на меня говоришь, что я там что-то могу рассказывать кому-то, что якобы что-то происходит, чего, как ты, типа, говоришь, нет. А когда сама ты что-то такое делаешь, и я на видео это показал, то что теперь катастрофа? Я что, какую-то неправду показал или что? Я у меня вот чего не показывал то, что ты делал, мне всё показывать. Так как хочешь. Хорошо. Ну, он разрешает, что я говорила. Выкладывай то, что он делает. То, что он говорит. Мы перед этим с тобой говорили. Я у тебя прощения просила за это. Ты сказала хорошо, и, типа, ты сказал, что ты не будешь, ну, типа, нигде рассказывать. Я такого не сказал. Ты мне сказала, ты сказала, если что-то куда-то, где-то, оказывается, типа, чтобы это было в твоём присутствии. Всё-таки было, это было в твоём присутствии. Ты же там присутствовала. Я сказала, что ты меня снимала, во-первых, и что-то... Так если бы ты знала, что я тебе снимал, то ты такого бы не устроила. Ты козёл. Хорошо, я козёл. Ты тоже хорошая. То, что ты такое устраиваешь, а... А то, что ты устраиваешь, ну, типа, ты не снимаешь этого. Так ты снимай это. Хорошо, буду знать. Я просто его не делаю. Я говорю о том, что как такое делать и, типа, скрывать, так это всё нормально. А как, например, я пока... Я же не то, что там говорю, что я на тебя что-то наговариваю, то, чего не происходит, то, чего ты не делаешь. Зачем это значит людям... Ну, потому что, ну... Ну, почему я, например, что-то терплю, какие-то неприятности? А если я много чего терплю, но я это не выставляю. Так можешь... А я, понимаешь, это единственное, что я могу сделать. Это как тебя ругают, ставят в угол или не выпускают с дому. А ты, ну, что ты можешь делать? Ничего. Андрей, я тебе снялась, потому что это что-то выло бы. Ну, какая разница, ну, хорошо, в этот раз закончилось... Как я могла бы держать эти ключи, и ты бы, типа, не забрала. В этот раз всё так закончилось, потому что я был в нормальном настроении, и как-то всё так сгладилось. Если бы это была другая ситуация, я был не в таком настроении, то всё было бы как обычно. То есть это был самый такой лёгенький вообще лайтик. Ты же не кричала, как ты обычно орёшь, кричишь во всю лодку, что я прячу ножи, чтобы ты там не порезалась или меня не зарезала. Помнишь, как я ножи прятал? Да, я помню, как ты с окна хотела пригодить, и в силе хотела резать. Я этого не снимала и не выкладывала. Ну, кладу снимать. Никто об этом не знает. Ну, так, я этого не стыжусь и не стесняюсь, потому что это правда. Потому что я, блядь, не снимала, я себе это выложила. Потому что это по-настоящему было. Потому что это было по-настоящему. Это по-крысински, знаешь, и как крыса ты сделала. Ну, пускай. А не крыса всё время так делать и... Блядь, это личное, никто не должен знать, что происходит. А нахуй тогда ты мне такое устраиваешь? А нахуя тогда ты мне такое устраиваешь? Если ты говоришь, что... Конченый. Конечно, я конченый. А ты хорошая. Вот вы мои двое дорогих людей. Почему я... Вы понимаете, как мне сейчас стоять и разрываться между вами двумя, что один хороший, а другой хороший? Я за себя могу сам отвечать. Ну, при чем тут отвечать? Ну, зачем вы опять ссоритесь? Сколько можно здесь ссорить? Мы не ссоримся. Я пытаюсь... Но только есть эти отношения, которые ни к чему сейчас хорошему не придутся, потому что нихера сейчас всё закончится. Один повернется в одну сторону спать, и другой повернется в другую сторону спать. И нахуя такое надо? Я вам скажу, спать никто не будет, потому что мне позвонил еще Дима Верховецкий. Говорит, алло, Андрей, так а что, нам ехать или не ехать? И что ты сказал? Сказал, сейчас мы подумаем. Дима говорит, мне сказал Паша, что он только что тебе звонил, приглашал вас к нам, а вы сказали, что нет, у вас, типа, вы там не так хорошо время проводите. И... Бумчик перекрутился? Не-не-не. Сказал, что... И Паша сказал, что ты приглашаешь нас к вам, к нам сюда. И говорит, позвони Андрею, типа, переспроси еще раз. И вот он мне позвонил, и что-то такое там накрутили, навертели, короче. Так что вы хотите, чтобы мы к вам или вы к нам? Мы к вам. Я говорю, ну, сейчас, говорю, сейчас я тебе перезвоню. А что мы будем делать тогда тут? Ну, не знаю, продолжать делать и что весело. Сделали вид, что у них там интересно и весело. Мы тоже сделали вид, что у нас интересно, понимаешь? Так они поэтому хотят к нам. Да не в том дело, они, типа, как шоу, мы уже там на чемоданах сидят. Если Дима сказал, что к нам, то значит, там не весело. Значит, там не весело. Не-не, ну, по крайней мере... Поедут, а потом решим. Может, мы подумаем, куда-то в другое место поехать. Здесь сходка пусть будет. Сходка. Ты сейчас был вон, и вы тоже четвертый день. Ебаный в рот. Ебаный. И все. Ты теперь один из. Да зачем? Да я не хочу быть в платье, еще не комфортно. Это тусовка. Так хай. Да ну я в это платье, как это, как какая-то, блядь. Бейонти. Блядь. Как это все. У Бейонти тоже. Да все, успокойся. Ну, подожди, так мы же так устраиваем. Тогда я им говорю. А что сказать, взять? Взять. Сука, мне надо прокраситься, бы я так отвратительно. Алло. Как там ваши тусовки? Понял. А, это... Так что, вы хотите к нам тусоваться? Ну, приглашаем. Только я сразу говорю, что у нас не так весело, как вы думаете. Вот так вот. Что ты скажешь? Потому что, как у себя в сторис, так ты оправдывалась. А сейчас не можешь. Юля только что записала сторис себе в инстаграм. И Юля выбирает такое положение специально. То есть, на видео сейчас ничего не говорит. А в сторис она специально записала, чтобы не было возможности у меня ответить. То есть, она записала, вот, Андрей такой плохой, пошел с девочкой гулять сразу в тот же день. И все. То есть, как бы, отдискуссировать Юля не может. Потому что я могу ответить на то, что она сказала. А на видео она не хочет сейчас пообщаться. Вот в чем разница. То, что ты лишь бы, типа, за что-то ухватиться, типа, оправдаться. Так покажи историю. За что-то мелкое. Так я покажу историю. Так покажи. Ну, и где история? Нет, ну ты же записывала. Тебе не кажется, что я иногда делаю вид, что я что-то делаю? Делай вид, что я что-то делаю. Я специально сделала вид, что я снимаю историю. Чтобы, типа, тебя позлить. А так я не разозлился, а наоборот, что ты поддерживаешь. Ты понимаешь, что ты хайпажор. Ну вот, хайпажор. Так при чем тут хайпажор, не хайпажор? Хайпажор это, если ты что-то делаешь, ну, типа, это же реальная жизнь. Хайпажоры это те, которые, блядь, все что угодно делают, лишь бы, типа, как-то хайпануть. Тут есть ли реальная жизнь и реальные какие-то ситуации и проблемы. Так в чем тут хайпажорство, если мы так и живем каждый день? И по несколько раз такое в день может бывать. В чем хайпажорство? Что я просто показываю, как мы живем? Я не стесняюсь того, что я что-то там делала и так далее. Я... В смысле, что ты делала? Да, я скажу. Не, я не дам. Ты сейчас разобьешь об стену. Нет. А она хорошо слышит. Она стояла вообще далеко очень. Я не стесняюсь того, что я делала. Я просто считаю, что это лично. И нельзя рассказывать это и показывать. Только друзья и близкие могут об этом знать там, что у вас происходит, а не миллионы человек, которые вообще не понимают, что у вас в отношениях происходит, почему так всё и так далее. Всего сто тысяч. Я, например, не рассказываю, что Андрей много чего раз делал, и я это всё не показываю и не снимаю. Но, поверьте, очень много чего было. Ты с этим согласен? Я с этим согласен. Я... Ты меня держал, запирал дома и так далее. Но я об этом не рассказывала, не показывала. Надеюсь, Андрей, ты это вставишь. Спасибо большое за внимание. Вставлю обязательно. Я считаю просто это личное. Нельзя такое показывать. А я считаю не личное. Ну, я уже прошу. Нет, нет, не то, что я не считаю, что это не личное. Я считаю то, что если происходит какая-то хуйня и... Ну, блядь. Почему, если я что-то терплю, я не могу это показать, блядь, для всех, чтобы... Хорошо, а почему я терплю много чего? Так ты можешь рассказать. Я поняла, я просто... Я не стесняюсь того, что со мной происходило. Я могу сейчас рассказать, если кто-то вдруг не знает, что... Да, у меня есть видео шлюха по ебухах, где я со субананы и йогуртом обливаюсь. Да, такое было в моей жизни. Нет, ты специально снимал. А есть такое, что ты не специально снимал? Ну, например. Зачем мне всё это рассказывать? Ну, скажи, что, например. Я не могу сейчас вспомнить, что тут такого. Я... Всё, что я снимал, я понимал, что... То есть за камерой ничего не происходило у нас с тобой. Происходило? Такого, что я могла бы снять и показать. Так ты скажи, что это... Ну, все поверят, если ты скажешь, если это правда. Ну, что? О чём ты? Я не хочу тебе показать, показывать в таком свете. Мне всё равно. Если это правда, то пускай будет так. Если я что-то делаю, я понимаю, что... Я не такая... Даже если я могу там как-то вспылить, типа, со злости что-то сделал, ну, это же я, я же это сделал по-настоящему. Надо было думать, когда делал. Поэтому, если ошибки мы какие-то уже совершили, нужно думать о том, чтобы в дальнейшем их не повторять. Так что я не стыжусь того, что я уже сделал. Я не раскажу. Я не такая, как ты. Ну вот, а я такой. Потому что я сколько терпел. И до сих пор. И это продолжается. И у нас часто такое бывает. Это первый раз было по приколам. Ну, вот это реально... Та ситуация, это была по приколам. Скажи, это первый раз было? Что? Ну, вот это первый раз такая ситуация же была. Нет, не первый. Что я тебе забирала ключи и не выпускала? Или как? Насчёт ключей бывало, что я за тобой бежал, чтобы ты ключи не забрала. Бывало такое. Ну. Так с моей стороны это первый раз было такое. И то я не держала. Нет. Я же говорю, что я за тобой бежал, чтобы ты ключи не забрала. Хорошо. Чтобы ты не забрала ключи, чтобы я не мог выйти. Такое уже бывало. Давайте я самое жесткое расскажу, а ты меня как-то сильно ударил. Было такое, да. И я прям кровью там заливалась. Не заливалась, упала на жопу, и да, пошла кровь из нас. Да, и неделю дома сидела в комнате, не выходила. Потому что были, да, отеки были. Это было один раз, да. Дальше я не буду продолжать просто. Это было самое жесткое, что еще было? Только что жестче было? Там много чего было. Жестче ничего не было? Нет. Не было ничего жестче? Все, не хочу дальше рассказывать. Ну, если война, так война, окей. Так какая война? Да, как это называется? Как? А при чем тут война? Жалко, что я удалила много видео, которых я снимала. При чем тут война или не война? Если мы неправду говорили, ладно, типа это как, когда... Я говорю, что я святая и так далее. Есть на то причины, почему я это все так делаю. Для меня есть. Понимаешь, разница в чем? То, что ты делаешь вид, что типа нет, такого нет. Я не делаю вид. Я такой плохой, Андрей, ты такой плохой. На меня там рассказываешь все. Ты никогда не говорила, что я хорошее, во-первых. Ну, какая разница, как ты делаешь вид. Сильно хорошее Андрею тоже не сильно хорошо со мной. Я просто считаю, что не нужно рассказывать и показывать свое личное. Андрей. Ну, если это единственное, что я могу. Мне тебя жаль. Я принимаю твои сожаления. Ну, там в комментариях было много людей, которые тебя поддерживают. Хорошо. Потому что, ну... Блядь, ну это ж по приколу было. Ребята, вы думаете, что я, блядь, Андрей такой сильный... Это твое слово, да. Если бы он захотел, он бы все сделал, чтобы уйти. Я знаю Андрея. Я их просто держала, и все, в руках. Я их даже не прятала, я просто держала, и все. Ты их не успела спрятать. Если бы ты спрятала, я бы не нашел, ты же понимаешь. Что? Ты что, себя не знаешь, Андрей? Что ты рассказываешь? Я тебе моля. Если ты хочешь что-то сделать, ты же это сделаешь. Любыми способами. До свидания. Ну, так способы разные бывают? Это как я чуть-чуть с балкона не спрыгнул. Всякие же способы бывают. Да, Андрей хотел спрыгнуть с балкона, чтобы я не ушла. И у него получилось. Хотел вены себе порезать. А как ты хотела себе вены тоже порезать? Так это и так все. С ножиком? Нет, а то не в счет. Нет, то такое, нож был тупой. Когда ты вот ухватила нож, канцелярский, по-моему, там была куча ножей. Я прятал все ножи по квартире, и это не один раз было, и не на одной квартире. Что Юля хватает нож, и, во-первых, начинает так махать ножом на меня, и потом начинает себя чуть ли не резать. Хорошо, а почему я это делала? Вспоминай. Потому что я не лучший парень. Потому что он не выпускал меня. Ты держал меня и не выпускал с квартиры. Ну, потому что ты хотела уйти от меня. Вот и все, ребята, все. Ты понимаешь, что я этого не стыжусь, это принимаю? Потому что... Я тоже не стыжусь, я тоже не стыжусь этого. Я не стыжусь, потому что я считаю, ну, я просто считаю это лично, не надо это рассказывать. Если все рассказывать, так, ну, смысл вообще отношений. Ну, просто дело в том, что ты постоянно это опровергаешь при ком-то другом, что такая, типа, ой, Андрей, типа, только попробуй сказать, что я там что-то тебе запрещаю, или там, что я тебе что-то еще. Но я же понимаю, что ты пиздец, как не хочешь. Если я пойду, то, блядь, все. Не кашляй там. И что, я тебе говорю? Андрей, бегом на дом, Андрей. Я тебя, блядь, не трогаю. Что ты несешь? Ну, последнее время, потому что... Последнее время? Последнее время, да. Такое чувство, Триоля, что ты, наоборот, хочешь себя показывать хорошим. Я не считаю, что я хорошая. Я очень много всего плохого сделала, и вы не знаете, что здесь происходило, и что я Андрею устраивал. Но я просто, ну, не хочу об этом рассказывать. Да рассказывай. Этим всем людям. Че это? Зачем? Ну, было, если честно, интересно. Посмотрите на эту тигрицу. Ждет Диму Верховецкого. Да нет! Нет, не Пашу Лунчика, Лера, не надо меня убивать. Я жду дедушками волосу своего принца. Какого, львовского или черкаського? Во Львов, когда пойдем. Срався твий принц там. Когда? А если он ничего не вырезает, мы с Андреем целовались. Да не скажу, сколько лет. Да, потому что тут сейчас будет еще больше скандал. Если мы скажем, когда это было. А что еще рассказать? Давай еще что-то расскажу интересное. Мне кажется, в одном видео слишком много правды. Я хочу сказать, что это интересно. Дима, давай на витаре. Дима, давай. Не, реально, а что рассказать? Я когда-то в заповеднике обосралась. Я не думаю, что это сильно смешно, но почему бы и нет? К правде плюс один. Не, слушай, послушай, не, такую правду нельзя говорить, потому что это уже не моя правда. Это уже моя правда, уже свиньское життя, блядь, и... Своинское. Своинское життя, потому что поступил как свинья, сука. Ну все, ну типа, это же не моя правда. Хуя без нихуя. Ну так, на пол шишечки вставила. Не, Юля, не, такую правду я рассказывать не буду, даже не думай, нет. Это уже слишком, давай для второго выпуска оставим. А что ты смотришь, а? Не знаю, все, все правды. А что он там? Что ты скрепляешься? В смысле переодеваетесь? Так сейчас гости приедут. Мы нахуй нарядились, а с гостей приедут. Поседайте. А ты куда? Юль. Юля, ты куда? На шарфик возьми хотя бы холодно, на улицу. Как хочешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! lady natuurки, пить на ускорбueprint. transport кноп, ускорбEmpleata.